Девушки отдыхают В общем-то, турнир получился очень зрелищным по накалу страстей. Поначалу не все получалось, много нервничал, но когда вылетел уже в сетку лузеров, я решил сконцентрироваться и постепенно идти к своей цели, к победе. Ну и у меня это получилось. Хочу выделить, конечно, Даниила Старченко, хороший очень человек, и также Владимира Савельева. Ну, в общем-то, все отличные люди. Считаешь ли ты, что то вот восьмерка, которая сегодня играла, это одни из лучших игроков России сейчас? Ну, в принципе, так сказать нельзя. В России не 8 самых сильных игроков, их достаточно больше, но и отборы проходили не во всех городах, в которых есть хорошие игроки. И если отобрались эти игроки, значит, они лучшие в своих городах. Не считаешь ли ты, что если люди не едут на отборочные, в соседние даже города, значит, им это просто не надо? И, значит, их точно нельзя назвать сильнейшими или лучшими? Ну, я с этим не соглашусь. Все зависит от возможностей и времени. Соседние города? Ну, может случиться так, что какие-нибудь обстоятельства помешают поездке. Много что может. Ну, конечно же, могут и не хотеть ехать куда-то. Как бы ты предложил бороться с тем, что всего 8 городов? Твой план развития? Ну, мне такой план нравится. Ну, нет. В городе был отбор, и я считаю, что этого достаточно. Ясно, с тобой все понятно. Ладно, расскажи нам вообще в целом о мероприятии. Как тебе? Понравилось, нет? Ну, начиная с Казани, очень все понравилось, различные конкурсы. И в одном из них я участвовал, и, ну, получили огромное удовольствие от этого. Побили какие-то рекорды. Ну, а насчет FIFA, я повторюсь, что тут дело в концентрации и самоуверенности. И если у тебя это есть, то ты можешь все и победить. Ты сможешь тащить, да? Именно. Ладно, а пожелаю вот начинающим игрокам, вот что им надо сделать, чтобы попасть на такой достаточно крупный турнир? Ну, не знаю, если судить по себе, то я играю в различные онлайн-турниры, посещаю оффлайн-турниры. Ездил в различные города, Нижний Новгород, там, Москву, опять же, у себя в городе, в родном Казани тоже участвую в оффлайн-турнирах. Ну, смотреть можно туториалы различных профессиональных игроков. Румын Ови очень делает хорошие туториалы, также, ну, ежик там и так далее. Смотреть, учиться, различные фишки, запоминать, играть. Спасибо тебе за ответ. Вопрос, киберспорт это спорт? Абсолютно. А киберфутбол это футбол? Киберфутбол и футбол? Нет, киберфутбол это футбол? Ну, приближается к реальности уже, так что можно сказать, да. Ладно, спасибо тебе, Антон, за ответы. Молодец, поздравляю тебя еще раз с победой. Желаем удачи в следующих турнирах. Играйте в киберфутбол. Субтитры сделал DimaTorzok